Он в политике уже несколько десятилетий. Одинаково успешно работал и в законодательной, и исполнительной власти. Причем не только регионального, но и федерального уровня. Начинавший как строитель объектов на селе, десятилетия спустя он решал вопросы не только всероссийского, но и международного уровня. Все это Александр Александрович Тягунов, которому 31 мая исполняется ровно 80 лет. Надоела эта самоизоляция. С моим характером, конечно, хочется быстрее с народом общаться. Другого от Александра Александровича Тягунова, или легендарного Сан Саныча, так называют его все друзья-знакомые, и не ожидал услышать. Человек невероятной энергии, он, как и многие тверичане, вынужден коротать эти дни в изоляции, сидя под яблонями на своем участке. А ведь 80-летний юбиляр привык к работе с размахом. Все начиналось с молодости, когда он, выпускник Калининского политеха, получил направление на село. Строить всевозможные объекты агропромышленного комплекса. Карьерный рост Александра Тягунова был стремительным. В 65-м году он уже прораб. Два года спустя начальник производственного отдела областного управления сельского строительства. А в 75-м году директор проектной конторы Калинин сельхозтехпроект. Организацию, последним названием которой была «Тверь Агрострой», он в итоге возглавлял не один десяток лет. 17 лет. Причем коллектив у меня был 12, до 15 тысяч доходил коллектив по области агростроевских строителей. Мы много строили. Это и дома, это и сельхозобъекты, да и промышленные объекты мы тоже строили. 90-е стали временем, когда строитель Тягунов стал еще и политиком. С 96-го года он депутат Государственной Думы Российской Федерации от партии «Наш Дом Россия». В Нижней Палате Федерального Парламента наш земляк – заместитель председателя комитета по делам Содружества независимых государств и связям с соотечественниками, а также зампредседателя комитета по экономической политике. А ведь в Думе тех лет большинство было у коммунистов. Так что Александру Тягунову с однопартийцами приходилось очень непросто. Приходилось с коммунистами работать, искать подходы. Порой, значит, непарламентские, но все-таки, значит, мы счастливы и тем, что мы уже были оппозицией для бывшего всего и маленьким проводником будущего. В начале нулевых Сан Саныч снова на родной земле. Теперь он работает в исполнительной власти. Тогдашний губернатор Тверской области Владимир Платов назначил его своим заместителем. Естественно, курирующим строительную отрасль. В те годы еще была сильна инерция 90-х, когда экономика страны только приходила в себя. Тем не менее, сделать удалось немало, отмечает Александр Тягунов. Во многом благодаря стилю работы главы региона. Плата выдавала возможность каждому заму работать самостоятельно. Мало, значит, так сказать, вмешивался. Одним словом, значит, очень тактичный губернатор в этом плане был. Поэтому работать было с этой точки зрения организационно и легко. В последствии Сан Саныч снова работал в Госдуме. Был депутатом областного законодательного собрания. Среди его регалий звание заслуженный строитель РСФСР, почетный гражданин города Твери, а также Тверской области. Он награжден орденами «Знак почета», «Трудового красного знамени», а также «Орденом почета». Его вклад в развитие Верхней Волжи отмечают и ценят все коллеги по работе в органах власти. Личность очень неординарная, очень много значащая для нашего региона. Прежде всего, хочется пожелать ему побольше жизненных сил, оптимизма, продолжение успешной работы в законодательном собрании, как моему коллеге. Ну и, конечно, побольше внимания, доброты и хорошего настроения в эти праздничные дни. Медиа-холдинг «Тверской проспект» присоединяется к поздравлениям земляков. Мы желаем Александру Александровичу побольше той самой кипучей энергии, с которой он уже 8 десятилетий идет по жизни, продолжая работать на благо родного Верхневолжья. Субтитры создавал DimaTorzok